Всем привет! С вами, как всегда, компания Термостар. Меня зовут Валентин. Сегодня хочу сделать видеоролик на тему рециркуляции горячего водоснабжения. В частности, хочу рассказать интересные моменты, касающиеся того, как обвязывается бойлер косвенного нагрева с рециркуляцией, если у вас имеется трехходовой смесительный клапан для поддержания постоянной температуры горячего водоснабжения на выходе из бойлера. Не многие знают эти тонкости и нюансы, совершают очередные ошибки, в результате чего натыкаются на определенного ряда проблемы и не знают, соответственно, как их решить. Подобного рода видеороликов на эту тему в интернете я еще не встретил, поэтому, думаю, будет всем интересно. Давайте приступим! Для тех, кто не в курсе, что такое рециркуляция, в двух словах поясню. Предположим, что вы установили бойлер косвенного нагрева, развели холодную и горячую воду до точек водоразбора, и если у вас точки водоразбора находятся на достаточном удалении от бойлера, то необходимо установить дополнительную трубу и маленький насос, который будет гонять горячую воду с бойлера постоянно по кругу. Нужно это для того, чтобы вы долго не ждали горячую воду, когда открываете смеситель. Другими словами, это дает определенного рода комфорт, а также экономию в том плане, что вам не придется сливать холодную воду в ожидании того, пока пойдет горячая вода с бойлера. В большинстве случаев схема обвязки выглядит именно так, как вы ее видите на экране. Однако такая схема имеет ряд недостатков, о которых мы сейчас и поговорим. И первый недостаток заключается в том, что максимальная температура воды в бойлере, которую вы можете накапливать, не должна превышать 50 градусов. Чем же опасна вода с температурой 50 градусов по Цельсию? Как вы понимаете, при такой температуре воды можно получить ожог буквально в течение нескольких секунд. Каждый раз, когда вы будете пользоваться горячей водой, вам необходимо будет регулировать температуру получаемой воды на смесителе, непосредственно на точках водоразбора. Другой стороной медали является тот факт, что для того, чтобы предотвратить образование таких бактерий, как легионеллы, необходимо либо постоянно поддерживать такую температуру воды в бойлере, либо периодически нагревать бойлер до температуры 60 градусов Цельсия. Все дело в том, что легионеллы, как бактерии, погибают при температуре 50 градусов в течение полутора-двух часов, либо при температуре 60 градусов Цельсия в течение нескольких минут. В результате у многих из вас может возникнуть резонный вопрос. А как обезопасить себя от болезней легионеров, при этом получив необходимую нам температуру горячего водоснабжения непосредственно на точках водоразбора, для того, чтобы каждый раз не крутить ручку смесителя в поисках нужной нам температуры горячей воды? Как правило, комфортная температура воды составляет порядка 45 градусов Цельсия. Для этих целей существуют специальные трехходовые термостатические клапана, которые позволяют поддерживать температуру горячего водоснабжения после бойлера на необходимом нам уровне. Наиболее яркими моделями в своем классе являются модели от компании SB. Как видите, самые популярные это модели из серии WTA 320 и 520 соответственно. Как видите, данные модели трехходовых клапанов обладают функцией защиты от ошпаривания, а также защиты от легионел, имеют высокую точность регулировки, ну и также подходят для организации рециркуляции горячего водоснабжения. Если же вы считаете, что вам не нужен трехходовой смесительный клапан горячего водоснабжения, потому как в вашем котле предусмотрена функция защиты от легионел, а в основной период времени вы будете поддерживать температуру горячей воды в бойлере равной 50 градусам Цельсия, то сейчас я перечислю вам несколько ситуаций, при которых установка трехходовых смесительных клапанов горячего водоснабжения является обязательно необходимой. И первая ситуация, это ситуация, в которой ваш бойлер горячего водоснабжения имеет дополнительный серпантин, который подогревается солнечным коллектором. Все дело в том, что солнечный коллектор это система, которая позволяет перегреть ваш бойлер и нагреть его до температур выше чем 60 градусов, в результате чего вы можете получить ожог третьей степени буквально в течение одной секунды. Поэтому в обязательном порядке, если у вас есть солнечный коллектор, который будет нагревать ваш бойлер, необходимо ставить термостатический смесительный клапан для системы бытового горячего водоснабжения. Вторая ситуация, это если ваш бойлер косвенного нагрева оборудован двумя серпантинами, и один из этих серпантинов подключен к твердотопливному котлу. Все дело в том, что современные твердотопливные котлы оборудованы чаще всего автоматикой, которая в случае закипания котла активирует насос загрузки бойлера и скидывает избытки тепла в бойлер косвенного нагрева, тем самым может перегреть ваш бойлер выше безопасной температуры. И для того, чтобы не получить ожог, обязательно устанавливать термостатический смесительный клапан. Ну и третьей функцией, по которой можно установить трехходовой термостатический клапан, является тот факт, что вы хотите по какой-либо из причин использовать бойлер меньшего объема, тем самым нагревая его до больших температур. Ну, например, у вас в котельной очень мало места, бойлер объемом 200 литров у вас попросту не помещается по какой-либо из причин. Вы можете выбрать бойлер объемом 150 литров, при этом рассчитав его таким образом, чтобы температура хранения горячей воды в нем была на порядок выше, чем используют обычно, например, там до 70 градусов Цельсия. Итак, прежде чем я начну рассказывать о том, как устанавливаются трехходовые смесительные клапана горячего водоснабжения, которые будут работать в совокупности системы рециркуляции, давайте определимся, что же такое функция защиты от ожогов, как она нам помогает и, соответственно, каким боком эта функция может негативно сказаться на работе нашей с вами системы горячего водоснабжения. Функция защиты от ожогов предполагает, что если по какой-то из причин холодная вода не будет поступать на наш с вами смесительный клапан, этот клапан автоматически перекроет вход горячей воды, тем самым не допуская того, чтобы перегретая вода поступила к вам на смеситель и чтобы вы не ошпарились. Другими словами говоря, если по какой-то из причин холодная вода не будет поступать на наш с вами клапан, он перекроет вход горячего водоснабжения, не пуская таким образом перегретую воду к системам водоразбора. Другими словами, он защитит нас с вами от получения ожогов. Итак, давайте рассмотрим первую ситуацию, в которой мы решили обвязать бойлер косвенного нагрева с рециркуляцией по классической схеме. То есть насос рециркуляции будет давить во вход холодной воды бойлера и гонять горячую воду по своему кольцу, для того, чтобы каждый из потребителей получил максимально быстро горячую воду. Однако на выходе из бойлера мы решили установить трехходовой термостатический клапан для поддержания постоянной температуры воды на комфортном уровне. Ну, условно возьмем 45 градусов. При этом в бойлере будем накапливать воду с температурой равной 60 градусов, по все тем же причинам, о которых я говорил чуть-чуть ранее. Как минимум для того, чтобы в бойлере не собиралась бактерия под названием легионелла. Сама рециркуляция и бойлер косвенного нагрева имеют два основных режима работы. Давайте разберем каждый из них по отдельности, для того, чтобы четко и ясно понимать, как работает наша с вами схема. Первый режим работы – это режим, при котором есть хотя бы на одной из точек водоразбора потребление горячей воды. Как в таком случае будет работать наша с вами схема? Соответственно, как только вы открываете смеситель, у вас холодная вода начинает давить в бойлер, выталкивая из него горячую воду, и, соответственно, холодная вода поступает на вход трехходового смесительного клапана. В результате клапан устанавливает нужное положение смешения, и мы получаем необходимую нам температуру горячей воды на смесителе. Однако, существует и вторая ситуация. Это ситуация, когда ни один из потребителей не пользуется горячей водой. В таком режиме наш насос рециркуляции начинает тянуть воду из бойлера и непосредственно толкать ее во вход холодной воды. Однако, что происходит в таком режиме? В таком режиме вода из бойлера с температурой 60 градусов поступает на наш с вами трехходовой смесительный клапан. Однако, так как нет водоразбора, то, соответственно, холодная вода не поступает к клапану, потому как ей неоткуда выйти. У нас все смесители здесь закрыты. В результате вода с температурой 60 градусов подходит к клапану. Холодной воды у нас здесь попросту нету. И клапан что делает? Как вы правильно понимаете, перекрывает порт горячей воды. В результате насос рециркуляции пытается давить в бойлер, но вода из него не выходит. И, по сути дела, наш с вами насос рециркуляции попросту давит в тупик. Насос через некоторое время просто-напросто перегреется. Если у вас насос-частотник, он снизит свои обороты на минимум, и само кольцо рециркуляции, как вы понимаете, работать попросту не будет. Но давайте предположим, что мы с вами люди внимательные и читаем инструкцию до того, как что-то сломается. И если быть внимательным, то на сайте SB на каждом товаре есть внизу такая графа, которая называется пример установки. Компания SB рекомендует устанавливать насос рециркуляции, который будет давить не во вход холодной воды бойлера, а будет давить непосредственно во вход холодной воды нашего с вами смешивающего клапана. И в теории все должно работать прекрасно, и мы должны получить желаемый результат. Я отрисовал эту схему более красочно. Давайте разберем, как же будет работать в таком случае наша с вами система рециркуляции. Итак, вот она эта схема, которую нам предлагает компания SB. Я ее отрисовал более красочно, для того, чтобы наглядно вам показать, как она будет работать. Нас интересует режим работы данной схемы, когда полностью будет отсутствовать водоразбор на любой из точек потребления горячей воды. Как и в предыдущей ситуации, в бойлере мы будем держать температуру, равную 60 градусам Цельсия, ну а на клапане установим температуру, равную 45 градусам. Как же в таком случае будет работать наша с вами схема? Предположим, что мы первый раз запускаем насос рециркуляции, и в трубах горячей воды, вот здесь и в кольце рециркуляции, стоит просто холодная вода с температурой 10 градусов. Мы запускаем насос рециркуляции, и он начинает эту воду давить в двух направлениях. Первое направление это ко входу холодной воды клапана, и второе направление, эта же вода пойдет на вход холодной воды бойлера, тем самым выдавливая из бойлера горячую воду ко входу горячей воды клапана. В какой-то момент у нас к горячему порту клапана будет подходить температура 60 градусов Цельсия, ну а к холодному порту клапана будет подходить температура равная 10 градусов. В результате на выходе мы получим с вами желаемую температуру равную 45 градусам Цельсия. Однако через несколько минут эта температура равная 45 градусам Цельсия вернется к нашему насосу. Наш теплоноситель остынет на несколько градусов и через несколько минут вода с температурой 40 градусов Цельсия будет подходить ко входу холодной воды нашего с вами смешивающего клапана. В то время как к горячему порту будет подходить температура равная 60 градусам Цельсия, в результате мы получим вот такую вот ситуацию. Пока к холодному порту нашего с вами термостатического клапана подходила вода с температурой 10 градусов Цельсия, ну а к горячему соответственно 60, в результате смешивания мы получали необходимую нам с вами температуру равную 45 градусам Цельсия. Однако после того как насос рециркуляции начинает возвращать все более теплую воду к холодному порту клапана, клапан начинает призакрывать все больше вход горячей воды, тем самым в результате начинает расти температура воды на выходе из клапана. Буквально на 1-2 градуса постепенно все более горячая вода начинает возвращаться к холодному порту клапана и в течение времени, буквально в течение 20-30 минут на выходе из клапана мы получаем температуру воды равную температуре воды в бойлере. В результате по кольцу рециркуляции будет циркулировать очень горячая вода и мы не получим желаемого результата в момент, когда будет отсутствовать водоразбор. Зачастую монтажники совершают ошибку, устанавливая пружинный обратный клапан на линию подмеса холодной воды трехходового термостатического клапана, предназначенного для горячего водоснабжения. Как правило делают это монтажники неосознанно, потому как зачастую бывает ситуация, когда необходимо установить этот обратный клапан в совокупности с трехходовыми клапанами SB, устанавливаемыми на теплые полы, на узел подмеса теплого пола. В результате получается, что насос рециркуляции не имеет возможности давить в бойлер косвенного нагрева, тем самым не выталкивает горячую воду к нашему с вами клапану. Как только вы откроете кран горячего водоснабжения, у вас трехходовой клапан начнет смешивать воду и вы получите здесь 45 градусов. Соответственно точно такая же температура воды будет в кольце рециркуляции. Как только водоразбор закончится, насос попросту будет гонять эту воду по кругу, постепенно ее остужая и буквально через 20-30 минут в кольце рециркуляции будет двигаться попросту холодная вода. Поэтому этот режим работы тоже нам не подходит, так делать нельзя. Давайте разберем, как же все-таки правильно нужно обвязать нашу с вами систему горячего водоснабжения с рециркуляцией, на выходе из которой будет стоять трехходовой смесительный клапан. Для поддержания постоянной температуры воды на выходе из бойлера. Вот как выглядит правильная схема обвязки бойлера косвенного нагрева, на выходе из которого имеется трехходовой термостатический клапан для поддержания постоянной температуры горячей воды в контуре рециркуляции. Как вы видите, в этой схеме насос рециркуляции должен давить как во вход холодной воды смешивающего клапана, так и во вход холодной воды нашего с вами бойлера. Разница заключается лишь только в том, что на каждом из этих ответвлений должен стоять свой балансировочный клапан, при помощи которых мы будем регулировать, какое количество энергии нам необходимо дать в кольцо рециркуляции, для того, чтобы на выходе из нашего трехходового смесительного клапана была желаемая температура горячей воды. Ну и сейчас я вам расскажу четкий порядок действий, который вы должны совершить на практике, для того, чтобы корректно настроить всю работу вот этой системы. Первое, что необходимо сделать, это целиком и полностью закрыть наш с вами байпасный клапан, то есть клапан, через который насос рециркуляции будет давить рециркулирующую воду в обход холодной воды бойлера. Второе, что необходимо сделать, это полностью открыть перепускной клапан или клапан под номером 1. Через этот клапан насос рециркуляции будет давить рециркулирующую воду ко входу холодной воды нашего с вами трехходового термостатического клапана. Обратите внимание, что на ветке подмеса холодной воды, которая идет к нашему клапану, должен стоять обратный клапан пружины и направление у него должно быть в данном случае стрелочкой вверх. Этот клапан здесь нужен для того, чтобы через перепускной клапан неконтролируемо рециркулирующая вода вновь не поступала ко входу холодной воды нашего с вами бойлера. Ну и последнее, что вам необходимо сделать, это на выходе из вашего трехходового термостатического клапана установить обычный термометр. Сейчас я объясню вам, для чего он нам нужен. Итак, вот вы установили термометр на выходе вашего трехходового термостатического клапана. Следующее действие, которое необходимо сделать, это полностью закрыть байпасный клапан. Это клапан, через который рециркулирующая вода будет попадать во вход холодной воды нашего с вами бойлера. Далее вы открываете полностью перепускной клапан. Это клапан, через который насос рециркуляции подает рециркулирующую воду ко входу холодной воды нашего с вами термостатического клапана. Следующим действием, которое необходимо вам сделать, будет открытие любого из смесителей, который находится у вас в доме, и дождаться, пока из него не потечет горячая вода с установленной температурой на вашем клапане. В данном случае 45 градусов. Открываете, допустим, вот этот смеситель и ждете, пока из него не пойдет горячая вода. Как только горячая вода пошла, необходимо его закрыть и проконтролировать, чтобы все остальные смесители также находились в закрытом положении. В результате вы будете наблюдать, что на термометре, который стоит за вашим клапаном, температура воды должна стабилизироваться на уровне 45 градусов. После этого вы включаете насос рециркуляции и начинаете ждать, пока температура воды в рециркулирующем кольце не начнет падать. Другими словами говоря, на термометре вы будете наблюдать, что с течением времени температура будет падать. Например, 43 градуса, 42 градуса. Падать температура будет потому, как вода будет циркулировать в замкнутом кольце. Это мы с вами уже обсуждали. Далее, все, что вам необходимо сделать, это постепенно начать открывать байпасный клапан. Маленькими-маленькими шажками и при этом наблюдать за показаниями термометра. Как только температура на термометре стабилизируется на установленном уровне на 45 градусов, на этом регулировку можно считать законченной. Что такое байпасный клапан и почему он должен быть в данном случае с шаровидным затвором? Все дело в том, что балансировочные клапана, у которых имеется шаровидный затвор, они имеют очень высокую степень регулировки. То есть, данные клапана обладают очень высоким авторитетом. Что такое авторитет клапана, я как-нибудь расскажу в другом видеоролике. Но суть заключается в том, что при повороте ручки, условно говоря, на 10 градусов, через этот клапан будет проходить очень маленькое количество воды. То есть, благодаря вот этому шаровидному затвору, вы очень точно можете контролировать, какое количество воды будет проходить через него. Что же касается перепускного клапана, то в данном случае можно использовать клапан с затвором в виде плоского диска. У этого клапана авторитет значительно меньше. Другими словами, вы открываете его на 90 градусов, при том, что ручка может скручиваться на 5-6 оборотов. Через этот клапан, при даже малейшем откручивании, будет проходить достаточно большое количество воды. То есть, авторитет у этого клапана очень маленький. Но для чего, по сути дела, вообще здесь нужен перепускной клапан? Все дело в том, что бывает такая ситуация, что мы постепенно начинаем открывать байпасный клапан. Открываем, открываем, открываем его. А температура на термометре, который установлен на выходе трехходового термостатического клапана, все не растет. Либо растет, но не достигает желаемого значения 45 градусов. И вот мы уже полностью открыли байпасный клапан, а у нас здесь, допустим, не 45, а 42 градуса. Что же нам в таком случае делать? В таком случае нам попросту надо прикрыть перепускной клапан, через который поступает рециркулирующий теплоноситель ко входу холодного порта трехходового смесительного клапана. Ну и, соответственно, как только мы будем его прикрывать, меньше рециркулирующей воды будет поступать ко входу трехходового клапана, и температура воды на термометре будет расти. Многие могут задать вопрос, почему же не установить байпасный клапан вот сюда, вот вместо обратного клапана пружинного. Ну, думаю, что вы догадываетесь, что в режиме водоразбора нам нужно достаточно большое количество холодной воды, которая будет поступать ко входу холодной воды нашего трехходового термостатического клапана. И байпасный клапан, соответственно, если будет стоять вот здесь, на вот этом месте, он может быть открыт совсем на мизерное значение. В результате, в режиме водоразбора наша с вами система не будет работать корректно. Поэтому вот то, как здесь нарисовано, является корректной схемой установки насоса рециркуляции в совокупности с трехходовым термостатическим клапаном. На этом у меня все. С вами, как всегда, была компания Термостар. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и помните, что мы делимся с вами самыми большими, самыми интересными секретами, которые вам не расскажет никто. Не забывайте подписаться на наш канал, жду ваших комментариев, вопросов. Ну и напоследок хочу вам задать один интересный вопрос, на который жду от вас ответа. Скажите, пожалуйста, если у вас имеется не одна, а допустим две, либо три ветки рециркуляции, почему на каждой из веток должен быть установлен обратный клапан? Если вы этого не знаете, пишите об этом в комментариях. Будет очень приятно услышать ваше мнение. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok